Уважаемый Александр Григорьевич, добрый день. Меня зовут Станислав Краско, я студент третьего курса юридического факультета Белорусского государственного университета, специальность политология. Хотелось бы у вас уточнить еще один вопрос касательно Украины. Александр Григорьевич, что происходило, что происходит и что будет происходить? Как вы считаете? Что было, я вам говорил, я вам сказал. Все было заточено после вывода американцев с Афганистана. Там же освободились силы. И же надо где-то задействовать. У американцев какие враги? Номер один Китай. Знаю точно. Со мной был разговор высокопоставленных американских руководителей в 2020 году в феврале, где-то в начале года. Они приезжали, с ними на эту тему говорил. Помню главный тезис, который я сказал госсекретарю США Помпео тогда был. Бывший ЦРУшник. Я ему добрый разговор был. Мы сотрудничаем с ними спецслужбы. Я ему говорю, Майк, ну как вы умные, образованные, вроде богатые могли допустить, что вы объединили экономически мощный Китай с мощным военным отношением России? Ну как вы их могли объединить? Вы что, думаете, вы у них выиграете? Левша достал блокнот, записал. Ну много я ему там наговорил, чего он записал. Но я тогда видел, что Китай номер один, Россия номер два. Им надо разобраться для того, чтобы сохранить гегемонию. А зачем гегемонию? Это их богатство. Если они рухнут, у них не будет печатного станка. Он и сейчас, доллар уже пошел вниз, вниз. Люди видят, что эти санкции. Чего мы боимся санкций или кто-то боится? Потому что все завязано на международную главную валюту, на доллар. А сейчас люди видят, что они могут, так не могут уже, сколько стран под этими санкциями. Они начали сбрасывать доллары. Даже Китай. Поэтому им надо было разобраться с Китаем. Но тут подвернулся случай с Россией. Проиграть они. Они будут воевать до последнего. А если надо, вот смотрите, постепенно. Гаубицы, потом РСЗО, потом сейчас истребители-невидимки. Они готовы туда поставлять. Я боюсь, что до ядерного оружия дойдет. Почему я Путину поставил вопрос? Мы когда-то вывели ядерное оружие? Бесплатно. Самые современные тополя были у нас. Они стоят сейчас на вооружении в Российской Федерации. Да, Россия, союзники, близкие, родные. Они будут нас защищать. Но я говорю, это все хорошо. Ты сегодня есть, я завтра. Он на меня сказал, а что ты предлагаешь? Я говорю, тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будут нападения на Беларусь, и если будут дальше американцы в Польшу продвигать это оружие, оно должно быть у нас. Ну, вы слышали, мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут внести тактическое ядерное оружие. Мы не педалируем эту тему, потому что американцы остановились. Они не лезут в Польшу с ядерным оружием. Я говорю, хорошо. Хорошо, Владимир Иванович, не надо. Мы не нагнетаем здесь обстановку. Но защищаться мы будем всеми возможными способами. Поэтому в Украине, я уже сказал, непонятно, что будет. Россия не может проиграть, Америка не может уйти. Это точно. Почти цитаты. Будут воевать. Украинцы должны свое слово сказать. Президент там не скажет слово. Все зависит в Украине. Уже не от президента, а зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Слушайте, уже западную Украину, уже поляки руки потирают. Полякам дали право там управлять Украиной. Это что такое? Вы что, обезумели вообще? Украину делят. Украинцам есть нечего. Они вывозят продукты питания, зерно в Европу. Это что, нормально? Поэтому только военные. А там конфликт взреет между президентом и военными. Только военные могут рубом ударить, ребром и сказать нет. Давайте будем договариваться. Ибо Украину сотрут с лица земли. Слушайте, чернозем вывозят. Грузят вагоны чернозем и вывозят. В ближайшее время развязка будет. До того, как, я вам об этом скажу. Спасибо.